Здравствуйте! В эфире Новгородского областного телевидения программа «Диалог» и я, ведущий сегодняшнего выпуска, Сергей Пухачев. Сегодня у нас в гостях главный библиотекарь Новгородской областной универсальной научной библиотеки Валерия Пензенцева. Здравствуйте, Валерия Александровна. Здравствуйте, Сергей Борисович. Предмет нашей встречи и беседы очевиден. В городе проходит межрегиональный областной праздник книги. Вообще праздник книги 23 апреля, вот такой всемирный, да? А у нас вот свой. И ярмарка, и все прочее. Поэтому и позвали вас в гости, чтобы вы рассказали хотя бы подробно о следующем дне, о том, что будет завтра и о том, что было. Прошу вас. Совершенно верно. Сейчас прошел уже второй день нашей седьмой на этот раз межрегиональной книжной выставки-ярмарки «Праздник книги». Я думаю, что гости ярмарки уже обратили внимание на то, что наш праздник вошел в программу празднования Дня города. То есть мы не просто самостоятельно сами для себя сделали, а мы сделали подарок такого для всего города. Ярмарка – это очень значительное событие для нашего города, для нашего региона, потому что она действительно носит статус межрегиональный. К нам приезжает большое количество участников из Москвы, из Санкт-Петербурга. И в этом году у нас расширилась география. Издательство приезжает. Издательство, да. Расширилась география. К нам приехали еще гости из Тульской области и из Нижнего Новгорода. Ну и так, если на перспективу, то вот у нас сейчас действует выставка «Краски православия Польша». И сегодня у нас была большая программа «Дорогами Салавата». Вот что бы к чему? Вот Салават Юлаев – герой башкирского народа. Вот с чего бы в Новгород везти дорогами Салавата? А оказывается, когда Салават Юлаев был приговорен вот к этой известной истории, оказывается, его везли и через Великий Новгород в том числе. Да, и вот Союз кинематографистов решили устроить такой вот проект, снять фильм «Дорогами Салавата». И Великий Новгород также поучаствовал в этом фильме, поэтому будем с нетерпением ждать. В Уфе, там помните, огромный памятник Салавату на берегу белой, на коне он там скачет и так далее. Хорошо. А вот странное название бросилось в глаза Нижегородского, то ли издательства, то ли структуры «Черная сотня». Ну, а кто же? Ну, вообще, надо держать себя в руках, ведь в русской истории некоторые словосочетания выглядят не очень прилично. Приличном-то обществе. Ну, вы знаете, здесь, наверное, сложно рассуждать, да, как организация выбирала себе название, собственно, мы же не имеем отношения к этой организации. Вы имеете отношение к приглашению? Мы являемся публичным местом, мы являемся публичной библиотекой, и все проекты, которые мы делаем, мы делаем для всех. Мы делаем это исключительно в рамках законодательства Российской Федерации. Как вам будет угодно. Другие издательства. Это интересное издательство. Вот в прошлый или позапрошлый год я был на этой ярмарке такой, и, в общем, бросилось в глаза отсутствие академических изданий серьезной литературы. Очень много развлекательной, очень много фэнтези, детской и так далее. Но, по-моему, один или два прилавка предлагали, ну, то, что называют серьезной, или даже нон-фикшн. Нон-фикшн тоже практически не было. В этом году у нас практически удвоилось количество участников, их более 30 издательств, которые будут представлять свою литературу. И, конечно же, здесь будет и такой хороший пласт научной, там, околонаучной литературы. Конечно же, как всегда, будет большое количество и детской книги, потому что, ну, куда же без нее. Ну, в общем, да, прибыль-то нужна все так или иначе, да. Ну, и детское чтение, это же вещь важная, поэтому... Конечно. Ну, наверное, может уместно ввести историческую литературу. Конечно. В этом году у нас есть участники, которые представляют в том числе и новгородские издания, да. То есть, вот, можно было и завтра еще, да, можно успеть прийти... Вот завтра. Поподробнее, что завтра и по часам. К издательству «Северный паломник», к издательству «Книжный мир». То есть, у них можно будет приобрести и новгородскую литературу по Новгороду. Ну, и также свои издания представляет известное для нашего города издательство «Веча», где публикуется Виктор Григорьевич Смирнов. Ну, вот, собственно, завтра мы ожидаем Виктора Григорьевича на нашей ярмарке с презентацией своих изданий. Он покажет все свои книги или последние что-то? Ну, мы думаем, что последние, наверное, свои издания он представит. Вот, вот, как раз у стенда издательства «Веча». Это вот то, что по области, да, касается. Вот он делал областной такой проект. И не совсем исторический или не только исторический, да? Да, ну, вот совсем свежий у него «Третий ангел», да? Ну, «Третий ангел» она не свежая уже, она уже несколько лет. Ну, хорошо, а кто еще? Да, да. Извините. Большое количество... Ну, в этом году у нас ярмарка отличается тем, что мы организовали совместную площадку с Новгородской епархией Русской Православной Церкви. Сделали мы это неспроста. Дело в том, что уже на протяжении вот нескольких лет организации этой ярмарки мы заметили, что есть запрос на духовную литературу. Ну, и, конечно же, мы не смогли этого проигнорировать, поэтому в этом году вот отдельная площадка... Отдельная? Это где она будет? В колонном зале филармонии она проходит, Кремль 8, так что завтра еще можно будет подойти... Основная ярмарка ведь в лектории? Мы не разделяем наши площадки на основную, вспомогательную, то есть у нас в этом году работают две площадки, вполне себе полноценные площадки в лектории и филармонии. Да, совершенно верно. А кто-то еще? По-моему, Николай Михайлович Локотьков что-то презентует завтра, да? Николай Михайлович Локотьков завтра в областной библиотеке в 2 часа дня презентует свою книгу «Похищение Европы», альбом. То есть это тоже можно прийти и познакомиться и с альбомом, и задать свои вопросы Николаю Михайловичу, человеку. Неожиданно выглядит фестиваль итальянских фильмов при помощи Бюро приключений «53 Тура», да? Совершенно верно. Это что такое? Бюро приключений «53 Тура» – наши давние друзья, и мы уже давно ведем этот проект кино в библиотеке. Ну и, конечно же, компания откликнулась, точнее даже вышла с инициативой также принять участие в празднике книги. Но так как здесь, в общем-то, речь идет больше о кино, да, о каком-то событии, то они вот с итальянским, с фестивалем итальянского кино будут принимать участие в празднике книги. Две комедии и одна мелотрама. И на фестиваль стоимость 100 рублей, да, а все остальное бесплатно, да? Да. Скажите, вот еще «Тула», «Тульские ремесла», «Пряники», «Белевская пастила» – это-то что такое? Замечательные участники нашей ярмарки, издательство «С вами я», это Тульская область, но они представляют не только свои собственные издания, они представляют вообще всю Тульскую область, регион, миссия у них такая в Великом Новгороде. Вот они с успехом уже представили свою книгу «Азбука Льва Николаевича Толстого», то есть они вот с этим проектом сейчас ездят по России, представляют везде, очень красочное, интересное издание. То есть это «Азбука»? Это «Азбука» Толстого, да, та самая. Но с иллюстрациями какими-то новыми, да? Да, 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 совершенно верно. А завтра «Туляки» представят свою народную культуру, свою бытность и расскажут о тульских ремеслах. Они представят эту книгу, замечательная книга, и обещают дегустацию тульского пряника. Да, то есть очевидно, то есть рамки ярмарки действительно расширяются. Конечно. И Нижний Новгород, и Тула, и Уфа теперь даже каким-то боком. А скажите, а вот что за акция «Сбор книги» для ветеранов? Каждый год мы организуем благотворительную акцию в рамках нашей ярмарки. Мы считаем, что книга – это всегда ценный, даже, можно сказать, бесценный подарок для каждого человека. И мы организуем благотворительную акцию по сбору книг для незащищенных каких-то групп населения. То есть каждый может принести просто, да? Можно принести, можно приобрести на ярмарке и положить в указанном месте книгу, и мы обязательно передадим. Завтра в 14 часов будет подведение итогов этой акции. В этом году Совет ветеранов сами вышли с инициативой такой, в помощь ветеранам, как известно, собирают какие-то подарки, продовольствие и прочее. И оказывается, что ветераны часто просят какую-нибудь книгу почитать. Это приятно. Конечно, приятно. Ну и, собственно, Совет ветеранов с такой инициативой вышел. И мы с великим удовольствием и радостью откликнулись. Конечно же, мы проводим эту акцию. Ну, такой небольшой совет, чтобы ветераны не чувствовали себя в конце какой-то, знаете, такой цепочки благотворительности. Областная библиотека ведь может выделить военную мемористику Жукова. Вспоминания и размышления, да, Рокоссов. Наверняка, ветераны – это воевавшие или близко. Я знаю, и вот эти именно книги специально, не обы что. Ну, вы знаете, мы всегда с большим вниманием относимся к этим акциям. И, конечно же, мы понимаем целевую аудиторию, что называется, да. И мы отбираем те книги, которые в первую очередь будут интересны, ну вот в данном случае ветеранам. Хорошо. Я на секунду прерву вас, чтобы напомнить нашим телезрителям, что в эфире диалог, а в гостях у нас главный библиотекарь Новгородской областной универсальной научной библиотеки Валерия Пензенцева. Валерия Александровна, несколько секунд назад вы довольно отобрали такую неосторожную фразу о том, что книга – бесценный подарок. Как вы думаете, все-таки роль книги и, соответственно, роль библиотеки в современном информационном мире сокращается, изменяется, может быть, увеличивается? Ну, роль, безусловно, меняется, но не сокращается это точно. Мы наблюдаем динамику роста и посещений, и количество читателей не только в областной библиотеке, но и в области в целом. Поэтому здесь мы можем смело сказать, что библиотека своих позиций не сдает ни в коем случае. Но роль, конечно же, меняется, не может быть такого, чтобы общество менялось, а институты, которые являются социальными, не менялись. Я имею в виду все вот эти электронные средства, они ведь вытесняют. Ну, как бы очевидно, даже одно время бродила такая мысль – закрыть библиотеки и перевести все в электронную. Она ходила, эта мысль, но она благополучно канула в лето, то есть уже о таком никто не говорит. Существуют электронные библиотеки, они существуют в параллель библиотекам классическим. И здесь, наверное, знаете, речь идет о разделении, может быть, каких-то функций. То есть если человеку интересно читать электронную книгу, ради бога, никто не запрещает, ему лишь бы читал. Понимаете, кто-то об этом. Если есть поклонники бумажной книги, естественно, они читают бумажную книгу. Здесь, в общем-то, на одном поле действуют уже книжные магазины и библиотеки. Но вопрос просвещения – это вот как было за библиотекой, так и остается за библиотекой. То есть эту функцию никто никогда не отменит. Какие бы масштабные проекты, насколько бы они не казались развлекательными, досуговыми, они всегда несут за собой долю просвещения. Я понимаю, можем ли мы сказать, что электронная книга – это нечто вроде гамбургера, а книга бумажная, особенно хорошо изданная, сейчас неплохо ведь издают, это такое изысканное блюдо, которое можно себе позволить вечерами и так далее. Можно ли такую метафору изобретать? Потому что я просто не вижу, уж давно ведь твердили миру, что электронная книга удобнее, ну, там можно много накачать и везде читать и так далее, и так далее. Что на телефонах читают? Читают, естественно. Но в век информации, естественно, хочется как можно больше, как можно быстрее получить ту или иную информацию. Но книга – это не совсем информация. Вопрос качественного чтения, глубокого чтения, это все-таки, наверное, библиотека, бумажные книги. Больше сосредоточение идет на тексте, да, то есть ты не пролистываешь, как, знаете, вот этот эффект твита, да, там, когда вот короткие сообщения. Так и тянет заглянуть в конец. Конечно, конечно. А когда ты открываешь книгу, ты читаешь ее, ты погружаешься в этот мир, да, то есть здесь уже немножечко другое чтение идет, качественное чтение, глубокое. Но вы всерьез говорите, что посетителей у вас растет количество. Конечно. Вот это очень важный факт. Да. Потому что я думал, ну, вот удел уже пенсионного такого обеспечения или студентов. Да студентов-то то-то и оно, что нет. У нас есть разные условия, да, собственно, для разных групп населения, для разных социальных групп. То есть есть там те услуги, которые актуальны для пенсионного возраста, есть те услуги, которые актуальны для молодежи. У меня молодежь сдает курсовую, в которой, значит, список литературы чувствуется взят от фонаря, с потолка, и электронные адреса, которыми чувствуется, что пользуются. Ну вот, Сергей Борисович, здесь, может быть, мы с вами в одном поле, да, мы привлекаем активно студентов в библиотеку для того, чтобы научить их правильно пользоваться. Во-первых, находить информацию, составлять те же самые библиографические списки, которые необходимо подавать к любой научной работе. И здесь вот библиотека, она как была ведущей, так и есть ведущий институт. Неужели кто-то пользуется еще вот этими каталогами, алфавитные предметы, навигация, навигация. Сейчас же в интернете все. Принцип навигации, да, информационные, вот эти маркеры, вы же не можете просто так с потолка взять какую-то информацию, да, то есть нужна какая-то структура. Вот эту структуру, принцип построения, да, это же библиотечный принцип. Хорошо. И все-таки, ну вот я бы не был на вашей стороне, если бы не так давно не наблюдал в Финляндии открытие в небольшом, ну, собственно, тампере, в городе открытие библиотеки. Собрался весь город. Конечно. Собрался весь город. Это была не совсем библиотека, это был какой-то, ну, центр, что ли, вот я даже ни слова-то не подобрать, не информационный, какой-то информационно-развлекательный какой-то место, где собираются вот... Ну, сейчас актуально такое определение библиотеки, как информационно-культурный центр, да, то есть он не только развлекательный, не только информационный, он культурный, да. Как термоуримблен. Может вам ввести еще какие-то банно-помывочные тут мероприятия, и тогда и вовсе бы вы собрали половину города. Ну, я думаю, что это уже не нашли. Ну, как вы развлекаете своих читателей-то? Мы предлагаем, ну, естественно, наша основная услуга – это информационная, ну, мы делаем всевозможные проекты, мы являемся и сами инициаторами, да, каких-то проектов. Многие проекты просто реализуются на базе нашей библиотеки, то есть мы предоставляем площадку. Встречи, вот те же кино, да. Те же встречи, да, те же уже там существующие проекты, там, допустим, 53 поэта, да, вот, которые сейчас активно принимают участие. Вот, мы с удовольствием предоставляем площадку вот для такой творческой, активной молодежи, которые хотят что-то показать, хотят что-то сделать. Они уже что-то умеют, они хотят научиться еще. Им нужно место, где они могут себя реализовать, себя показать, попробовать себя. То есть такой интерактив, быть может, даже, да? Конечно, конечно. Не то, что уткнулся в книжку, там, где-нибудь в читальном зале, а вот некая такая, как бы, тусовочка вокруг книги, да? Конечно. Мы приглашаем к себе уже еще юных читателей, несмотря на то, что мы являемся все-таки научной библиотекой, да, у нас немножечко постарше возраст читателя. Но, тем не менее, помимо и просто экскурсий, да, у нас есть проекты, которые вот нацелены на маленького читателя, например, «Живая классика», конкурс. Как мне подскажут, квесты, да, вот эта беготня, что ли, между библиотечных полок-то? Ну, это молодежный формат, это молодежный формат. А вот что касается маленького читателя, вот буквально недавно, да, наша новгородская девочка поучаствовала в суперфинале конкурса «Живая классика» на Красной площади, 1 июня у нее было выступление, но перед тем, как поехать туда, нужно было пройти несколько этапов. Так вот, собственно, организацией всего процесса на региональном уровне занималась областная библиотека. И, конечно же, 70 детей со всей области, да, они уже приехали в областную библиотеку, они увидели, что это такое, они впечатлились, поэтому они уже знают, что это такое. И все-таки, Александр, когда я увидел на раздаче, на свободной раздаче, что называется, даром книгу «Живерный таинственный остров», у меня что-то щелкнуло, что я вспомнил, как я, юношей, молодым, со всем человеком, обрел эту книгу и дрожащими луками всю ночь под одеялом, с фонариком, помню, читал. То есть, и сейчас ведь не знают ни Томаса, ни Гель, как Берифина, это просто ушедшие пласты. По этому поводу, может, не стоит, как говорил Киса Воробьянину, бить себя ушами по щекам, а нужно просто, ну, соответствовать, что, собственно, вы и делаете таким форматом, как книжная ярмарка. Конечно. Ну, вот по поводу книг, которые раздаются, да, ну, от того, что она не нужна в какой-то, точнее, даже я бы не сказала, что она не нужна, да, это любимая когда-то книга, ее дают почитать другим людям. И отрадно то, что у нас не залеживаются книги вот в этом формате Букросинга, то есть книга всегда находит своего читателя. Спасибо вам большое за беседу, за встречу, приходите, и мы к вам, Костя, разумеется, в библиотеку будем наведываться. А всего вам хорошего, удачи, до свидания. Спасибо. И вас, дорогие друзья, благодарю за внимание. Это был «Диалог». Смотрите нас по будням в 19.15. Всего хорошего. Смотрите нас по будням в 19.15.